Мы не занимаемся болезнями, мы восстанавливаем здоровье. Неважно, с какими заболеваниями люди приходят. Неважно, в каком возрасте, неважно, при каких проблемах. Если процесс не перешёл на терминальную стадию, организм имеет возможность регенерации, репарации. На этом построен секрет. Людмила Григорьевна Васильева, кандидат медицинских наук, гомеопат, основоположник направления холистической медицины, руководитель клиники в Дубае. Добилась признания холистической медицины на государственном уровне в Объединённых Арабских Эмиратах и в Украине, отмечена государственными наградами. Холистическая медицина работает на уровне энергии и восстанавливает энергию, легко восстанавливая здоровье. За 25 лет практики доктор Васильева создала уникальный авторский метод восстановления здоровья человека. Её метод объединяет тысячелетние знания с традиционной медициной и новейшие достижения науки. Людмила Васильева помогла тысячам пациентов избавиться от диабета, расстройств пищеварительной системы, рассеянного склероза, аллергии, астмы. Список болезней можно продолжать до бесконечности. Суть метода Васильевой в том, что она лечит не симптомы, а причину, которая вызывает болезнь. Фарида Ассент, 46 лет. С 20 лет страдала от диабета. За месяц лечения по системе Людмилы Васильевой приём инсулина был снижен с 20 единиц до 12, а ещё через 2 недели был полностью отменён. Сахар пришёл в норму. Инсулин мне больше не нужен. Просто попробуйте холистический образ жизни. Попробуйте. Вы удивитесь, как он исцелит ваше тело. Халид Алавар, 32 года. 8 лет страдал от рассеянного склероза. После двух месяцев лечения по методике Людмилы Васильевой вернулся к нормальной двигательной активности. Его состояние намного улучшилось. Когда молодой человек решил больше не принимать сильные действующие препараты, доктора предрекали ему инвалидные кресла и называли безумцем. Я полностью прекратил принимать химические препараты. Всё меняется, как только вы начинаете холистический образ жизни. Я живу по-новому уже 3 года. Как видите, я не в инвалидном кресле. И сейчас уже никто не называет меня безумцем. Мансур Алавар, 60 лет. Страдал от астмы, избыточного веса, гипертонии, высокого уровня холестерина и массы сопутствующих осложнений. Следуя методике Васильевой, похудел на 16 килограммов. Нормализовались давление и сахар. Прекратил пользоваться ингалятором. Всего через 4 недели после начала курса я прекратил принимать таблетки от давления. Через 8 недель бросил таблетки от холестерина. Вновь и вновь я благодарю вас, доктор. Ваши назначения дают фантастические результаты. И я живой пример эффективности вашего подхода. Олег Фомин, 52 года. Гипертония, ишемическая болезнь, нарушение ритма сердца, нарушение сна, избыточный вес, высокий холестерин. Стаж курильщика больше 30 лет. После месяца лечения похудел на 6 килограммов и бросил курить. Давление и холестерин пришли в норму. Мне кажется, у доктора какой-то есть дар, что ли. Как будто заколдывал. Хочу сказать огромное спасибо, что встретилась в ней в жизни. И надеюсь, что это будет каким-то очком, который развернет меня в правильную направление, в правильную сторону. Как мы с жилой оба говорим, что еще хочется пожить, еще жизнь только начинается, но у нас все впереди. Сегодня Людмилу Васильеву называют одним из самых успешных докторов Ближнего Востока. Среди ее пациентов – члены королевских семей, арабские шейхи, знаменитости, представители списка «Форбс», политики, известные спортсмены. Современная медицина великолепна и успешна в жизни на важных ситуациях. Это травмы, это ожоги, это экстремальные ситуации, когда жизнь на волоске. Вот тогда современная медицина самая-самая-самая-самая-самая лучше. Даже не думайте использовать никакую натуральную, холистическую, неважно, камеопатию, аюрведу и так далее. Но как только вы хотите, выбрали здоровье, ни одна современная медицина, ни с какими препаратами не в состоянии помочь, только холистическая. Современная медицина занимается болезнями, разделяя человека на кусочки, имея миллион специалистов или сотни специалистов специальных по, уже не только заболеванию, а даже какому-то части функции человеческого организма. Когда вы занимаетесь чем-то, это начинает расти. Вот современная медицина занимается, по сути дела, болезнями. Болезни растут. Гипертония первой стадии переходит к гипертонию второй, третьей стадии. И сахарный диабет переходит точно так же в более тяжелую форму диабета и так далее, и так далее. Иммунная система падает. Мы имеем подход современной медицины, который работает анти. Подход современной медицины противоположный, подавляющий или компенсирующий. Вы теряете бдительность, снимаете и говорите «я потом», не сейчас, нет времени. Организм потихоньку-потихоньку компенсируется, но когда-то в какой-то момент начинает сдавать, перестает компенсировать. Успех только один единственный. Это, в принципе, восстановление здоровья. Есть система, есть методы. К сожалению, человек пока не заболит, пока не ухудшится, не обращает внимания на здоровье. Здоровье нуждается в сервисе, потому что и здоровье, и счастье – это эквилибриум, это не статус-кво. Поэтому здоровьем надо заниматься точно так же, как вы занимаетесь здоровьем своей машины, своей одежды, своего дома, своего окружения, своего сада. Вы все время занимаетесь, чтобы он был здоров, а не больным. Как только что-то заболевает, вы начинаете ремонтировать и восстанавливать функцию и так далее. А в человеческом организме ждем, пока там не свалится и так далее, только потом начинаем заниматься. И современная медицина, по сути дела, помогает в этом. Поэтому я простроила совершенно новое направление, которое называется холистическая медицина. Холистическая – это целостная. Современная же медицина, она занимается болезнями. Это уже морфологическая стадия проявления. И она, естественно, ухудшает течение, потому что она компенсирует или подавляет сигнал организма о восстановлении. Две медицины должны существовать, ну, в 21 веке. И холистическое направление, и аллопатическое направление. Есть шикарное-шикарное выражение Гёта. Порой старая жизнь понять, спешат явления обездушить. Забыв, что если в них нарушить одушевляющую связь, то больше нечего и слушать.